Всем добрый день! Я приветствую вас на своём канале. Я, честно говоря, не собиралась это видео выкладывать. Оно уже у меня в частичном варианте выложено. Когда мы с Анной, самозанятой мамой, гуляли по Москве, по Зарядью, но одна моя подписчица спросила у меня про храмы Зарядья. А у меня стояла музыка. Я поставила место описания разговоров музыка, потому что мы с Анной разговаривали, и просто разговоры свои, понимаете, о своём, о женском, и поэтому я поставила музыку. И вот сейчас я хочу исправить эту ситуацию. Наверное, на самом деле нужно сказать о храмах. Вот этот первый храм, который стоит на Варварке, это первый на маршруте у нас будет храм великомученицы Варвары, по которому была названа эта улица. Исследователи полагают, что сама церковь, известная с 14-го столетия, в давние времена стояла чуть южнее нынешнего места. В 1514 году этот каменный храм возвели по проекту итальянского архитектора Оливиза Фрязина. Финансировали его строительство прибывшие в Москву братья-тубцы Василий Бобёр, Фёдор Вепрь и Юшка Урвихвост. Первая реконструкция закончилась в 1801 году и продолжалась около пяти лет. Автором проекта стал зодчий Родион Казаков. Вошедшие в столицу наполеоновские войска устроили здесь конюшню. Перед отступлением они прихватили с собой нейтральную ризницу, сорвали с образов отлады и ризы. Строение получило большие разрушения, которое было восстановлено только в 1820-х годах. При Большевиках спустя 100 лет церковь перестраивают и закрывают. Последняя реставрация была проведена в 1967 году. Вот так. Далее идёт, сейчас я вам покажу, этот розовый храм. Вот прямо перед нами. Розовенький такой храм – это храм во имя Марсима Блаженного с зелёным куполом. Придали земле Марсима Блаженного в 1434 году подли небольшой борисоглевской церквушки на Варварде. Спустя чуть больше 100 лет в 1547 году канонизировали. В конце 17-го столетия церковь сгорела, но вместе уже из камня возвели новую во имя Марсима Исповедника. Главный предел храма тогда же был освящен во имя Марсима Блаженного. В святыне были нанесены большие разрушения во время пожара 1676 года, а к 1699 году здесь возводят новый храм. Вот он сейчас левее восстанавливается. Был возведён новый храм, в объект которого была включена часть прежнего строения. После очередного пожара в 1737 году восстановленная святыня получила оформление в стиле борота. Новая звонница в вампирном стиле была отстроена на месте прежней в 1829 году. Пришедшие к власти большевики закрыли святыня для богослужения в 30-е годы, после чего демонтировали её главы и вывезли все ценности. Отреставрировали только в 1969 году по проекту архитектора-реставратора Сергея Подьяпольского. Ну, это Староанглийский двор. Староанглийский двор – это архитектурно-историческая достопримечательность Москвы в памятник гражданской архитектуры XV-XVII веков. Резиденция английской торговой московской компании, а во время посольских миссий – английский посольский дом. Считается первым официальным представительством иностранной державы, сохранившимся в Москве. Здание, в котором располагаются музеи, входило ранее в музейное объединение «Музей Москвы». С сентября 1920 года это объект ландшафтно-архитектурного комплекса «Парк Зарядье». Эти белокаменные палаты появились в XV веке и принадлежали постельничьему Ивану Бобрищеву, известному также под прозвищем «Юшка». Поскольку последнее, видимо, не оставило после себя наследника, в следующем веке здание стало казенным и было несколько раз перестроено. В 1553 году сэр Ричард Ченслер открыл в Северной Москве путь, соединяющий Англию с Россией. И в 1556 году Иван Гроза, заинтересованный в налаживании торговых связей с Европой, пожаловал в Москве англичан двором, предоставив им право свободной и беспошлиной торговли во всех русских городах. Серьезная таможенная льгота, а также ряд других торговых привилегий. И такое положение вещей послужило основанием для создания в Лондоне в 1555 году торговой московской компании. Англичане поставляли в Россию оружие, порох, селитру, свинец, оловянную посуду и сутно. Взамен они вывозили пеньку, канаты, воск, кожа, меха. В качестве помещения для московской конторы британским купцам был выделен дом в Заряде. В 1571 году, во время нашествия на Москву хана Давлета Дерея, стены и своды палат были повреждены, но потом их отстроили и расширили. Постепенно английские купцы приобрели исключительное положение на московском рынке. В тот момент практически закрытым и не вовлеченную морскую торговлю с европейскими странами. Москва открыла свои подворья, британская московская компания открыла свои подворья во многих русских городах, включая Великий и Нижний Новгород. Английские купцы вели активную торговлю с местными жителями, налаживая собственное производство канатов, поставляя военные припасы, корабельные снасти русской армии и английскому флоту. Началось освоение русского севера. Деятельность компании оказала существенное влияние на формирование имиджа России в Европе. После англичан палатами владел 20 лет родственник царя Боярин Мирославский, который выкрепил усадьбу за 500 рублей, указанные после своей смерти. После его смерти палаты перешли в собственное государство и были отписаны в посольский приказ, а затем были выделены под подворья Нижгородского митрополита. Петр I организовал здесь одну из первых в России арифметических школ, а с середины XVIII века палаты перешли в частное владение, и на протяжении XVIII-XX веков зданием владели представители различных купеческих фамилий, Солодовниковых, Милос и другие. Различные владельцы перестраивали здание палат, и они окончательно потеряли свой изначальный вид. В советское время дом использовался под жилые квартиры, различные учреждения. С 1949 по 1966 год здесь размещалась библиотека иностранной литературы. В 1994 году состоялось открытие музея Староанглийский двор, ставший филиалом Музея истории Москвы. В парадном зале Староанглийского двора в казенной палате проводятся концерты старинной музыки. Этот красненький храм, мимо которого мы только что прошли, это Знаменский храм. Возвели его в 1684 году, где ранее стояла церковь во имя Афанасия Афонского. Зодчи Федора Григорьевича и Григория Анисимов. Федор Григорьев и Григорий Анисимов. Собор входил в комплекс зданий, стоявший здесь, в Знаменской обители. В 1812 году наполеоновские солдаты разграбили святыню, но особых разрушений не нанесли. Также позволили во время своего пребывания в первопрестольной столице проводить в нижней части собора службы. Первая реставрация храма пришлась на 1913 год, когда в Москве широко отмечали 300-летие юбилея дома Романова. В 1923 году большевики закрыли обитель, а в ее помещениях устроили коммунальное жилье. В середине 1960-х годов в бывшем монастыре демонтировали часть строения и конюшни. Остальные здания находились в плоченном состоянии. В связи со строительством по соседству гостиницы России было принято решение отреставрировать собор, и в 1972 году работы были завершены. Еще одна реставрация была проведена уже в 1980-е годы. Еще один храм, храм во имя Рерория Бобедоноста. Сейчас мы к нему подойдем. Такой красненький, он здесь последний в этой череде. В Звереево в 1657 году на подклете, уничтоженной огнем прежней древней церкви, колокольные и трапезные появились подли храма в 1818 году. В 1920 году большевики закрыли святыню, а в ее стенах разместили различные учреждения. Вернули храм в Лоно-Русской Православной Церкви в 1991 году. Ну и еще один храм. Я его снимала недолго, поэтому он у меня так как-то мелько проходит. Это храм зачатия Праведной Анны, что в углу. Первое упоминание о церкви можно встретить в летописи 1493 года. Почему святыня считается одним из древнейших храмов на территории Москвы. В храме возвели ее в середине 16-го столетия. Свой нынешний вид получил в середине прошлого века, после реставрации. Вот этот храм, вы видите прямо перед собой. Реставрация была проведена по проекту архитектора Льва Артуровича Давида. Тогда же была демонтирована стоящая рядом с церковью колокольня, звон которой отлили во Франции в далеком 1547 году. 30-пудовый колокол выкупил в 1610 году купец из Москвы Матвей Твердиков, после чего и передал дар церкви. Во времена смута колокол был вывезен, но спустя время он был возвращен на место князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, который попросту выкупил его. Ныне колокол входит в звонницу храма Василия Блаженного. Ну, вот и всё, что я хотела вам рассказать. Просто мне одна подписчица, спасибо вам большое, Светлана, по-моему, правильно называю имя, извините, если ошибаюсь, она спросила меня про эти храмы, и я поняла, что действительно нужно о них рассказать. Но просто там я не могла рассказывать, потому что мы болтали, и мне не хотелось как-то там что-то забивать этот разговор. Я поставила просто музыку, и тогда решила сделать просто отдельное вот это видео, которое я предлагаю вашему вниманию. А на сегодня это всё. Всем большое спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы со мной гуляете, за то, что вы на меня подписаны. Подписывайтесь, кто ещё не подписан. Ставьте лайки, комментируйте. Я желаю вам всего самого доброго. Всех благодарю за просмотры моих видео. Всем пока-пока. До встречи на моём канале. Всем удачи. До свидания.